Этот урок мы с вами посвятим утилитарным функциям обработки событий. Первый метод, на который мы обратим внимание, будет метод Trigger. Данный метод сгенерирует событие Event, которое передано ему в качестве первого параметра, для каждого из элементов набора. Кроме пользовательских обработчиков, также будут вызваны обработчики по умолчанию. Второй параметр данного метода Data – это массив данных, которые будут дополнительно переданы в обработчик. Однако он является опциональным, что говорит о том, что если вы не нуждаетесь в этих данных, вы можете вовсе туда ничего не передавать. Следующий метод, который мы рассмотрим – метод TriggerHandler. Он отличается от метода Trigger четырьмя основными особенностями. Первое. Событие будет сгенерировано только для первого элемента в наборе. Второе. Обработчики по умолчанию вызваны не будут. Третье. Не будут вызваны живые события. И четвертое. Баблинг эффекта при генерации события данным способом наблюдаться не будет. Попрошу вас очень внимательно отнестись к этим четырем их различиям, чтобы избежать неприятных ошибок. Следующим рассмотренным нами методом будет метод Live. Он принимает два параметра – Type и Function. И свяжет событие Type с обработчиком Function. Во-первых, для всех элементов отобранного набора, а также для будущих элементов, которые, возможно, появятся на вашей странице, которые подпадут под такой же селектор. Штука просто невероятно удобная. Я бы даже сказал, гениальна. Однако, обладает несколькими особенностями, про которые нельзя забывать. Первое из них. Не все события можно связать с помощью данного метода, а только те, которые вы сейчас видите на экране. Вторая особенность. Событие передается между элементами необычным образом. То есть, например, как при баблинг-эффекте. Поэтому, чтобы остановить всплывание живых событий, необходимо, чтобы ваш обработчик возвращал False. Я уже обращал ваше внимание на это в уроке, когда мы обсуждали функции Stop Propagation и Stop Immediate Propagation. Если для обычных событий вот это возвращенное обработчиком значение False не имеет значения, то для живых событий это чрезвычайно важно. Поэтому никогда об этом не забывайте. И еще одна особенность есть у данного метода, но на словах ее будет достаточно тяжело объяснить. Я обязательно покажу вам это на коде. И последний метод теперь, который мы рассмотрим в этом уроке, это метод Die. Он опять же принимает два параметра, но они оба опционные. Метод применяется для уничтожения живых событий. Как мы применяем метод Unbind для обычных, так данный метод применяется для живых. Если мы не передадим в него ни одного параметра, то уничтожит все связи обработчиков с живыми событиями для данного элемента. Если передадим только параметр Type, то соответственно удалятся только события вот этого самого переданного как аргумент типа. Если передадим оба параметра Type и вот эту функцию обработчик, то удалятся связи только вот с этим вот методом. Теперь взглянем на код, чтобы еще лучше понять, как это все работает. Открываем документик Utility Start. Здесь видим два обработчика событий. Один из них привязан к событию клик на параграфах, второй на дивах. Первый играется с стилевым оформлением того элемента, на котором был произведен клик, а второй с родителем этого элемента. В браузере это все выглядит следующим образом. Я специально обвел дивы в рамки, чтобы вам было нагляднее. В общем смотрите, кликаем по параграфу, меняется стиль параграфа. Кликаем по диву, меняется стиль его родительского элемента. В данном случае это элемент Body, поэтому изменился цвет всей страницы. Идем в Dreamweaver. И теперь давайте попробуем сгенерировать эти события. Для начала сгенерируем события клик на каждом из наших параграфов. Для этого отбираем все наши элементы Paragraph. И затем применяем к полученному набору метод Trigger, в который в качестве параметра передаем название события, то есть клик. Сохраняем документ, идем в браузер смотреть, что произойдет. Обновляем страничку. Те, кто внимательно меня слушал, догадались, что произошло. Те, кто был менее внимательным, сейчас я вам все объясню. Итак, что произошло с параграфами, думаю вы понимаете. Сгенерировался клик, следовательно сработал метод ToggleClass. Что же произошло здесь? Мы кликаем на параграф и заодно меняется стилевое оформление блока. А произошло следующее. Давайте посмотрим на код. Сработало событие для вот этого вот нашего параграфа с ID Middle. Так как в его обработчике, да, обработчике клика для параграфов, не было вызвано метода Stop Immediate Propagation, следовательно сработал Bubbling Effect, и событие клик было сгенерировано для обертывающего его элемента. В нашем случае это вот этот самый div. По сути должен был окраситься, да, элемент body. Но что произошло, да, так как вот этот обработчик применяет метод класс относительно, ToggleClass относительно родителя для вот этого вот самого элемента, полученного через объект события. В данном случае это будет элемент Paragraph, так как на нем был произведен клик, следовательно родителем для элемента Paragraph является вот этот вот div, следовательно стилевое оформление изменилось для него. Распутали с вами такую прям детективную цепочку, и теперь попробуем соединить события не методом bind, а методом live. Для этого элементарно изменяем название метода с bind на live в строчке, которая связывает обработчик eventHandler1 с событием клик на параграфах. И вызовем, и теперь сгенерируем наше событие не методом trigger, а методом triggerHandler. Что сейчас произойдет, да? Так как мы генерируем события методом triggerHandler, то баблинг эффекта не будет. Давайте пронаблюдаем это в браузере. Сохраняем документ, обновляем нашу с вами страницу. Вообще ничего не произошло. Почему? А потому, что событие клик мы связывали с помощью метода live. А что я вам говорил в теоретической части, то что метод triggerHandler также не вызывает live события. Если же мы теперь закомментируем данную строчку и свяжем наш обработчик снова методом bind, то увидим совсем другую картинку. Идем в браузер, обновляем страничку. Наблюдаем, что событие было сгенерировано только на первом элементе из набора. Об этом я опять же говорил вам в теоретической части. Теперь давайте провернем следующее. Попробуем применить метод die. Снова связываем наши события с помощью метода live. Для этого комментируем эту строчку и раскомментируем предыдущую. Комментируем вот эту строчку с генератором событий. И внутри обработчика eventHandler2 для всех параграфов в нашем документе вызовем метод die для события клик. Давайте вызовем без параметров данный метод. Он все равно уничтожит все live обработчики. Сохраняем документ, идем в браузер, обновляем страницу. Что мы видим? Кликаем на параграфах, все работает. Если же мы сейчас кликнем по одному из наших блоков div, вызовется внутри него метод die, и теперь по клику на параграф ничего с его стилевым оформлением происходить не будет. И теперь что касается метода live как такового. Давайте здесь чуть ниже создадим новый элемент на странице. Пускай это снова будет элемент div. Внутри него положим текст new div и добавим данный элемент после элемента с идентификатором div block. Сохранили документ, идем в браузер, обновляем страницу. Не добавился элемент новый. Проверяем почему. Потому что я неправильно назвал метод, пропустил букву в названии метода insert after. Снова сохраняем документ, обновляем страничку и проверяем как работают наши события. Кликаем по новоиспеченному div. Ничего не происходит. Смотрим почему. Потому что событие клик связано с элементами div методом bind. Если же мы покликаем на созданные до этого div, то увидим ожидаемый результат. Для того, чтобы изменить данную ситуацию, снова применим метод live. И теперь при клике на новоиспеченный блок мы получаем то же самое, что получили бы, если кликнули на элемент, созданный изначально при генерации объектной модели документа. И на этой славной ноте данный урок мы с вами завершаем. Продолжение следует... Продолжение следует...